Представляю вам первую пару бойцов, которые проведут 4-х раундовый бой в суперсреднем весе до 76,2 кг. Встречайте в синий угол ринга боец из города Алматы, Казахстан, Амарбек Мадамбеков! Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы ведем нашу трансляцию с турнира Экстра Раунд 7. Это город Екатеринбург, площадка Дом Печати и сегодня у нас запланировано 12 пар боксерских поединков, как вы уже слышали. И первый в ринг приглашается боксер, представляющий Казахстан, город Алматы Амарбек Мадамбеков. Вот мы видим, он двигается уже к рингу. Это весовая категория до 76,2 кг. Профессиональный рекорд этого боксера есть у него. Один бой, и в том бою он потерпел поражение. И было это в 2016 году. Слушаем. Ну а соперником у Амарбека Мадамбекова будет боксер, представляющий Россию, Тимур Пашалеев. 21 год этому боксеру. На его счету два поединка, и в обоих поединках ему удалось свести, оба поединка ему удалось свести к ничьей. Выйдем. То есть свидетельство о том, что боец в таких сложных ситуациях идет до конца. Ну и при относительно тяжелых поединках удается ему вывести к ничьей. Вот мы видим, заходит в ринг Тимур Пашалеев. Дамы и господа, представляю вам соперников. Седьмой боец из города Алматы, Казахстан. Ему 25 лет. Рост 183 см, вес 79 кг 100 граммов. Профессиональный рекорд, один бой, одно поражение. Представляющий боецовский клуб «Дамысь» Амарбек Мадамбеков. Его соперник в красном углу боец из города Ставропавля, Россия. Ему 21 год. Рост 180 см, вес 78 кг. Преферий Семен Стахеев. Господа, все, слушаем ее команды внимательно. Желаю вам удачи. Уважаемые друзья, мы видим рост вес бойцов. Антропометрические данные. И у нас первый раунд. Всего 4 раунда запланировано в этом поединке. Сразу пошли боксеры в размен. Мы видим в стойке левши. Начинает этот поединок Амарбек Мадамбеков. Ну и в стойке правши Тимур Пашалиев. Красные шорты и красные перчатки Тимур Пашалиев. Ну и, соответственно, черные шорты и красные перчатки Амарбек Мадамбеков. Так, ох, практически без разведки пошел в атаку Мадамбеков. Было у него несколько точных попаданий. Ох, обменялись бойцы плотными тяжелыми ударами. Ну, я думаю, что пространство ринга, оно как раз-таки подразумевает хорошие бескомпромиссные поединки. Здесь особо не побегаешь. Сейчас, да, Мадамбеков. Поэтому, да, плотность поединка будет высокая, я думаю. Мадамбеков мотивирован, ему нужна победа. Ну, собственно говоря, как и Тимуру Пашалиеву, потому что у Тимура было... Две ничьих, как мы уже говорили, да, абсолютно верно. Две боевых ничьих, но вот... Тяжелых два боя, но оба боя он смог свести в ничью. Идет вперед с боковыми ударами Тимур Пашалиев. Но неплохо двигается на ногах Мадамбеков. Вот здесь подстоялся. Ну, и тут же пропустил удар. Ну, у нас такая, я бы сказал, настоящая Мексика. Бойцы представляют второй средний вес. По факту они на взвешивании показали скорее параметры весовые представители полутяжелого веса. Но есть, видимо, допуск определенный. Не без этого. Но очень все интересно в первом раунде, очень конкурентно. И нельзя сказать, что кто-то из бойцов выигрывает. Явно. На мой взгляд, пока что все на встречных курсах. И есть хорошие моменты. И у Мадамбекова и у Тимура Пашалиева. Ну, вот идет вперед так Тимур Пашалиев. Ему подсказывают из угла больше атаковать. Но он бросает, наверное, одиночный удар. И чуть-чуть подвисает. И успевает пользоваться этим Мадамбеков. Но Тимур, да, больше работает первым номером. Амарбек на контратаках. Здесь промахивается Мадамбеков и начинает обниматься в клинче. Но такой первый раунд достаточно энергозатратный, я скажу вам. Очень-очень плотный, насыщенный. Вот здесь попадает Пашалиев. На выходе попал Мадамбеков. А здесь боковая от Пашалиева. Ну, о защите особо никто не думает. В данном случае лучшая защита это нападение. А здесь хорошо попадает сейчас справа, кстати говоря, Тимур Пашалиев. Но посмотрим, насколько они готовы. И не упадет ли темп у нас в следующих раундах. Да, насколько смогут бойцы держать такой высокий темп. Мы видели такой классный размен под конец первого раунда. И бойцы расходятся на перерыв. Ну что ж, хороший, достаточно плотный первый раунд, я должен вам сказать. Бескомпромиссный. И опять-таки не дам преимущество явное ни Амарбеку, ни Тимуру. Пока что здесь все достаточно равно. И мы посмотрим, как будет дальше. Как будет дальше в этом поединке. Ну и наиболее яркие моменты вашему вниманию. А вот здесь, кстати, мне показалось, чуть-чуть повело Тимура. Да, были точные попадания у Мадамбекова. Ну и у Пашалиева было хорошее попадание справа. Где-то ближе к концу раунда он там очень неплохо засадил. Абсолютно верно, поэтому не рискну сказать, кому отдали бы судьи первый раунд. Есть еще три раунда у бойцов, чтобы доказать свою силу и преимущество. В центре ринга уперся Тимур Пашалиев. Ну и мы видим, что Мадамбеков особо старается не пятиться канатом. На джебе решил поддержать Тимура Пашалиева Амарбек Мадамбеков. Но позволяет ему дистанция. Есть у него небольшое преимущество в длине рук. Но мы видим, что прорывается сквозь этот джеб Пашалиев и успевает донести хорошие удары. Очень много желаний у бойцов, у боксеров. Это видно. Но, наверное, и тому, и другому стоит пожелать чуть-чуть менее суетливо работать. Ну и посмотрите, сейчас поменял стойку Пашалиев и было у него несколько хороших попаданий. И по корпусу попадает Тимур. А вот здесь хорошая двойка и вот продолжить бы. Стал активнее работать на средней дистанции Пашалиев. Подходит сюда и тут уже развивает свою атаку. И Мадамбеков не готов к этому. Но сейчас попытался Амарбек перейти в контратаку. Слышим, и подгоняют, подгоняют Пашалиева из угла. Секунданты подскажут ему больше идти вперед. Ну в таком поединке, наверное, кто больше выбросит ударов, а если еще и точных, так вообще замечательно. Тот и будет иметь преимущество. Ну я думаю, хорошо, команда Пашалиева готова функционально. Если такой взяли высокий темп и продолжают его поддерживать. Рассчитывают на то, что утомится, конечно, в ближайшее время боец из Казахстана. Вот сейчас хорошая серия от Тимура Пашалиева прошла, кстати. Там был прямой справа. Затем он на скачке попал боковым. И вот смотрите, начал промахиваться Мадамбеков. И я думаю, что как раз Пашалиеву и нужно работать, проваливать соперника и бить в ответ. Это другой вид спорта, друзья. Здесь такие приемы не засчитываются. Вот проходит апперкот у Мадамбекова. Принимает Амарбек рубку. Да, достаточно часто идет Мадамбеков сюда вот на сближение. Не стесняется здесь работать. Несмотря на то, что есть вроде визуально у него преимущество в дистанции. Он пускает. Он пускает на ближнюю дистанцию Пашалиева просто. Принимает он этот размен. Но не получается у него держать Тимура на джебе. Многовато ударов выбрасывает для, возможно, для Мадамбекова. Пашалиев, а вот сейчас перехватил Амарбек. И, конечно, концовка очень важна. Ну что ж, второй раунд позади. И снова яркая концовка раунда. Яркая концовка, все очень близко. Единственное, мне показалось, что чуть-чуть почаще все-таки бил Тимур Пашалиев. Но есть еще два раунда. Долго думаешь, Долго думаешь. Делай, делай. Руки возьми и все на нем. Ломается. Делай, делай. Бам и мам. Дасыпь, 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 дасыпь его ударами. Дасыпь, дасыпь, дыши. Ну вот вы слышали рекомендации в углу Тимура Пашалиева. Действительно, если соперник от одного удара не падает, здесь стоит засыпать соперника ударами и перерабатывать. Да, так и подсказывают угловые. Тимуру Пашалиеву больше сирийнее работать. Не вкладываться в один, возможно, одиночный удар, а быть гораздо сирийнее. Посмотрим, еще два раунда впереди. Третий раунд. Итак, третий раунд. Напомним, турнир экстра раунд 7. Дом печати Екатеринбург. Тимур Пашалиев в перчатке красного цвета и такого же цвета шорты. И его соперник Амарбек Маданбеков. Черные шорты с красными полосами. Тимур представляет Россию, Амарбек представляет Казахстан. Первый, нет, простите, второй средний вес весовой категории. Ну сейчас посмотрите, немножко даже в начале поединка, в начале третьего раунда изменил немножко Маданбеков свою тактику. Перестал ждать и пошел вперед он на Пашалиева. Было у него несколько успешных попаданий в те моменты. Мне кажется низковато. Амарбек держал, по крайней мере, в предыдущем эпизоде руки и мог бы этим воспользоваться Пашалиев. И по-моему рассечение. Да, есть серьезное рассечение в районе правого века. У Амарбека Маданбекова. Тут вопрос от столкновения головами или от удара. Почувствовал кровь Пашалиев и пошел в атаку, мы видим. И стал чаще клинчевать казахстанский боец. Ну и сейчас, видимо, да, приглашают доктора. Да, рефери в ринге Семен Стахеев приглашает доктора для того, чтобы осмотреть это рассечение. Можно, можно. И разрешают продолжить поединок. И вы слышали сами. Еще половина третьего раунда впереди у нас. А вот смотрите, как хорошо боковыми ловит Амарбек. Маданбеков, Пашалиева и тут же Тимур отвечает. И снова боковой проходит. И еще один боковой справа проходит у Пашалиева. Но тоже пренебрегает Тимур защитой. Но оба бойца пошли в размену. Меньше думают о защите. Больше, конечно, об атакующих действиях. Аперкот слева и тут же правый боковой. Уже не первый раз бьет Амарбек вот этот удар в разрез. Семен Стахеев делает предупреждение. Устное. Ну, смотрите, не падает темп в третьем раунде. И здесь очень, конечно, важно, кто первым не устанет. Вот поднял ручки. Вроде бы Маданбеков, но все-таки успел скушать короткий боковой справа. И снова он пропускает. Слева еще раз. Вот больше сейчас стал работать на средней дистанции Тимур Пашалиев. Немножко скинул лишнее напряжение. И стало больше у него попаданий здесь. Снова разменялись бойцы боковыми. Опасный апперкот сейчас с дальней руки пробил Маданбеков. Причем не первый раз он этот удар. Да, он бьет его в разрез. Выбрасывает. Но, видимо, неплохо держит удар оба бойца. Поэтому все очень так конкурентно. Ну и надо отметить, пока на данный момент нет таких каких-то очень сильных признаков усталости. Понятно, что бойцы отдали очень много сил. Подгон попадает справа боковым Тимур Пашалиев. Ну, друзья, как это ни банально, у нас четвертый решающий и заключительный раунд в этом поединке. Да, и, возможно, победителем в этом бою станет тот, кто заберет четвертый раунд. И тот, кто оставил на данный момент больше сил, у кого осталось. Или не станет никто. И Тимур Пашалиева ждет третья ничья в карьере. Давайте не будем забегать далеко. Вперед слушаем, что подсказывают в углу. Вперед слушаем, что подсказывают, что подсказывают, что подсказывают. Дамы, господа, заключительный раунд боя. Итак, финальная трехминутка. Тимур Пашалиев против Амарбека Маданбекова. Пашалиев, красные шорты, черные шорты с красными полосами. Маданбеков, второй средний вес. И не падает темп. Мы видим, все очень плохо, очень конкретно. Пашалиев, возможно, где-то извинчивает темп. Насадил в предыдущем эпизоде Маданбеков. Пашалиева на апперкот. Но это не остановило Пашалиева. Он тут же включился на вторую атаку. Заметьте, достаточно хорошо защищается корпусом, когда идет вперед. Ну вот, наверное, этого не хватало Тимуру где-то в предыдущих раундах. Да, немножко скинул то он напряжение, которое, возможно, конечно же, было у него в первых раундах. И стал выполнять установку своего угла. Бить, бить и бить. Все правильно кричат Пашалиеву. А у Маданбекова, похоже, все же вот такого прямо жесткого останавливающего панча нет. Ну и мне кажется, так немножко больше просел именно функционально Маданбеков. Мы не забываем про рассечение, друзья. Оно тоже наверняка ему мешает. Без сомнения, мы слышали, что секунданты говорили ему в углу ничего серьезного. Будь спокоен. Но какая-то двойка справа в разрез попадает Пашалиеву. Очень-очень такой. И смотрите, по-моему, и под левым глазом у Маданбекова оказалось рассечение. И смотрите, на коротке несколько таких боковых. Пытается включить джеб. Амарбек Маданбеков. И, видимо, снова доктор пригласят. Да, там две сечки очень серьезные. Еще и переносится, по-моему. Сейчас доктор примет решение. Просит Маданбеков дать ему добоксировать раунд. Ну, одна, я так понимаю, что одна стечка столкновения головами все-таки была. Тяжело сейчас сказать. Опять слева попадает на Маданбеков. Все уже давным-давно заметили, что он левша. Смотрите, какая атака хорошая и яростная от Маданбекова. Но все пока держит. Тимур Пашалеев попадает сам левым боковым. И тут же правый. У нас откровенная рубка. Очень такая хардкорная. Очень зрелищная. И попадает справа боковым. Амарбек Маданбеков. И вот же здесь нашла коса на камень. И один из бойцов не планирует уступать. Нет, нам два настоящих воина. Такой у нас размен в центре ринга причем. Ну, как говорят американцы, такой слаг фест. Два слагера. При этом показывает очень неплохой темп. Не хватает где-то техники, может быть. Но я думаю, это приходит с опытом. Ну, я вам скажу, очень зрелищный. Зрелищный очень поединок. И четвертый раунд. И Семен Астахеев решает, что хватит. На ней головой попали. На работу. 10 секунд осталось. Ну, на самом деле, чуть больше. Если верить таймеру. Ну, рефери принимает такое решение. Судьи приняли такое решение. 10 секунд сейчас, отбегающий. Активно протестует такому решению. Но действительно, не хочет свой актив записывать поражение. Причем досрочное техническим нокаутом, конечно же. Посечка. Но рефери принял такое решение. И ему видней. Тем более, Семен Астахеев. Это очень опытный рефери. Вот хотелось бы, конечно, да, по идее посмотреть повторы. При которых получил рассечение Амарбек Маданбеков. 10 секунд, 10 секунд. У нас, похоже, победа по Шалиеву техническим нокаутом, насколько я понимаю. В четвертом раунде. Давайте смотреть повторы. Так, ну, здесь уже есть рассечение. Справа. Нам показывают четвертый раунд. Ну, было столкновение головами, было. Да, бойцы работали в таком очень близком. На близкой дистанции. Поэтому, возможно, было столкновение головами. Но оно было обоюдное. И поэтому тяжело кого-то одного винить за это столкновение. Ну, я думаю, что и непреднамеренное. Абсолютно верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уважаемые дамы и господа, на второй минуте 35-й секунде четвертого раунда победу техническим нокаутом надержал нестающий поженей Тимур Пашалиев! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, первая победа в карьере Тимура Пашалиева. В любом случае, конечно же, уважение его сопернику, Амарбеку Матамбекову. Мы увидели, что технический нокаут по сечкам исключительно... Да, именно рассечением. Но тут главное здоровье боксера в первую очередь, я считаю. Абсолютно согласен. Ну, а мы ждем следующий поединок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА